Глава 19 Глава 19 И голос от престола ишел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум ввод многих, как бы голос громов сильных говорящих. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называемый верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диодим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедрах его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих». И увидел я зверей, царей земных и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.